Это реально очень сложно, я не думал, что это будет настолько сложно, ребята, но это реально капец как сложно. Ребятушки, всем здарова, с вами как всегда Артемен, и да, в игре Heels of Steel вышла обнова, и как пишут нам разработчики, добавили новые ежедневные турниры. Да ладно, это что-то новенькое, ребята. И они нам пишут, соревнуйтесь каждый день с другими игроками в турнирах с меняющимися правилами. Да, ребятки, правила меняются каждый день, я не знаю, что они тут нарисовали, тут нарисованы способности, а также какие-то новые иконки, которых мы раньше не видели. Что-то тут связанное с расстоянием, с какой-то, не знаю, адский режим или что, в общем, что-то непонятное, но давайте посмотрим. Итак, вот, ребятки, мы с вами в главном меню, и да, смотрите-ка, смотрите-ка, появилась новая вкладка, которая так и называется, ребята, битва навыков. Турнир, да, ребятки, я уже, конечно же, один разочек в нее сыграл, просто чтобы попробовать, чтобы посмотреть, что это такое. И, если честно, это действительно что-то очень крутое. Смотрите, здесь таблица лидеров, то есть каждый день, ребята, будет новый турнир. И вам нужно будет именно в этой вот, в этой вкладке турнир заходить и каждый день с новыми условиями проходить карту. Вот сейчас у нас нарисовано, что у нас какой-то супер сложный режим, вот этот вот красный черепок. Потом написано, что у нас есть способности супер здоровья, ярость и гнев. Вот такие вот интересные штуки. Также разработчики нам пишут, что способности уже выбраны, а нам нужно выбрать только танк. То есть, ребята, мы заходим здесь, какие-то рандомные условия боя, вот как сейчас справа, и мы должны побить рекорд среди всех игроков. И когда мы его побьем, мы сможем, смотрите-ка, получить вот такие награды за первое место 100 гемасов, за второе 50, за третье 25, ну и так далее. Короче, можно бесплатно поднимать гемасики, ребятушки, играя в ежедневных турнирах и побеждая в них. Но это, конечно же, наверняка будет сложно, потому что все хотят, ребята, победить в этих турнирах. Итак, ну давайте с вами вместе попробуем сыграть в ежедневный турнир. Я возьму самый мощный танк бессмертный, ребята, да, я хочу взять именно его, попробовать сыграть на нем, посмотреть, какой рекорд он сделает. Короче, ребята, я беру бессмертного, давайте, отправляемся с вами в битву, навыках. Так, новая попытка, ну погнали, давайте посмотрим. И да, вот, начинается, и смотрите, у нас сразу три способности, все, как и писали в менюшке. И да, смотрите-ка, повышенное здоровье, получается, так, а потом, в общем, я уже забыл, как они называются. А, ярость, увеличение урона при низком уровне здоровья и гнев, увеличение скорости. Понятно, короче, у нас сразу, ребята, три, три умения. И смотрите-ка, за каждый килл дают где-то по три очка, получается. Дарья, я тут один раз уже сыграл, немножко что-то сделал, но пока, ребята, короче, цель, я так понял, как можно дальше пройти, играя на своем танке, при том, что воскрешения, ребятки, здесь не будет. Да, ребята, воскрешения не будет. Можно сделать только новую попытку, если ты подождешь какое-то время, ну или если ты заплатишь гемасиков, как сделал сейчас я, и ты заново будешь играть и пытаться побить рекорд других игроков. И смотрите-ка, да, ты проходишь так же, как и в режиме приключения. Сначала ты уничтожаешь ботов, а потом против тебя, выходит, появляется какой-то босс. Похоже, это, ребята, то же самое, просто боты, а потом в конце босс, и вот снова, снова идет вторая волна, где тебе не дают выбрать способности. Способности, как мы помним, уже выбраны, от нас только зависит выбор танка. И вот теперь с каждым разом, да, танчики становятся все сильнее и сильнее, как нам и писали разработчики. Еще у нас написано, что сложный режим, наверное, это будет сложнее, чем на обычных картах. Режима приключения, я, если честно, не знаю, так это или нет. Но получается, что у нас ежедневный турнир будет обновляться каждый день. Да, каждый день новый турнир, новое соревнование, в котором вам нужно побеждать. И за каждый день, получается, можно поднимать по 100 гемасиков, если занимать, конечно, везде первое место. Что, естественно, наверняка будет мега сложно, ребята. Очень сложно, это точно. Так, у меня следующий босс, армада. Давайте запустим на нее наши метеоритные мощные удары. Так, пусть они ее уничтожат. Все, супер, ребята, и можно сразу дальше идти, сразу же дальше. У меня уже 100 очков примерно. Кстати, у Чела, по-моему, на первом месте сейчас 600 с чем-то очков, 630 что ли. Вот я не знаю, получится ли дойти до этого результата, потому что, естественно, противники здесь с каждой волной после каждого босса становятся все сильнее и сильнее. Вы это сами знаете. Так, и что? А, все, у нас новый босс, ребята. Что-то боссы здесь, кстати, часто. Вот это, естественно, немножко плохо. В этом, походу, и будет вся сложность, что боссы здесь очень частые. Ребята, по-моему, мы уничтожаем где-то 10 противников. И потом сразу появляется босс и волна, если честно, волны точнее. Они одинаковые. Да, вот идет 10 противников где-то примерно. А потом сразу за ними идет босс. И, естественно, босс, может быть, я так понял, здесь в этом режиме абсолютно любой, а не только тот, который, скажем так, обитает на этой карте. Нет, ребятушки, здесь может и попасться и Армада, и Гонецада, и вот Легион. И нам уже попадался Повелитель. Значит, может в том числе попасться и Тарантул, ребятки. То есть здесь вообще все боссы попадаются на этой карте в рандомном порядке, я так понимаю. Так, против Легиона я уже сражаюсь. Так, стоять, стоять. На. Оп, оп, оп. Все, да, боссы победили. Так, ребят, ну, единственная здесь ценность, это, конечно же, твои жизни. Ребята, естественно, все зависит от твоих жизек. Так, если они у тебя быстро кончатся, то как бы все. Поэтому я и взял сразу аптечку. Так, я включаю Метеоритный Дождь. Иначе против ботов становится сложно воевать. Блин, ребята, они мне хп-шки-то снимают, а здесь второй попытки не будет. Да, здесь ее точно не будет. Разработчики это предусмотрели. Так, ну, пока что я держусь. Мой Метеоритный Дождь мне очень сильно помогает против всех мобов. Но они все равно, ребята, они все равно, по мне, умудряются попадать. Потому что все-таки, ну, Танчик Бессмертный, это танк ближнего боя. Против меня, кстати, попадается босс-созерцатель в этот раз. И сейчас мы его с вами будем побеждать. Я, конечно, включаю... А, это Ярость, блин, ребят, я включил Ярость. Я думал, это Дождь. Ну, ладно, давайте Яростью. Давайте Яростью мы ее еще пока не включали. Так, опа-на. Оп, так, аккуратнее, аккуратнее. Да, получи. Блин, ребят, сложно попасть в летающую цель. Лети сюда, давай. Ну же, подлетай. Капец, какой медленный этот Созерцатель. Так, уходим, уходим, уходим. Вау, капец. Все, от его смертоносных лазеров. Конечно же, нужно сразу уходить. Так, ребят, ну да, здесь, по-моему, боссы тоже становятся с каждой волной сложнее, что ли. Потому что, смотрите, сколько надо было ударов, чтобы его уничтожить. По-моему, такого у нас раньше не было на первых волнах. Так, у меня уже 243 очка, если что, на бессмертном. И пока что я держусь. И у меня все отлично получается. Так, так, ребята. Ну да, имейте в виду, что здесь абсолютно разные карты. А нет, ну может быть, карта-то и одна. Ну, фон будет меняться. Но противники, ребята, противники, по-моему, вообще рандомные. Потому что против меня здесь выкатываются как армада, так и всякие там гонцы ада. Так, ребятушки, выкатываются маленькие тарантулы. Поэтому здесь, похоже, и противники рандомные. Ну, в смысле, маленькие боты, маленькие боты, они тоже рандомные. Как и боссы. Ну вот, сейчас лазерная пасть, а в следующий раз может попасться легион. Короче, здесь все рандомное. У тебя просто есть карта. И, по крайней мере, в этом режиме, в этом режиме, который называется сложный, задача просто выстоять как можно дольше и накопить как можно больше очков. Если я все правильно понял, конечно. Так, у меня, кстати, уже 291 очка, скажем так, я здесь накопил. Играя против этих мобов. Так, но они в меня все равно попадают. Это плохо, ребят. Я все равно не успеваю. Даже вот булавой офигеть. О-о-о, вы смотрите. Он мне за пару выстрелов почти все хпшки снес. О-о-о, а бобы-то реально стали очень сложные. Походу, разработчики им еще подкрутили мощностей. Такого раньше не было, ребята. Они так быстро не уничтожали. Тем более, это бессмертво. Ой-ой-ой, ребята. Ну, здесь точно надо брать танки, которые стреляют издалека. По крайней мере, в этом режиме. Именно в этом, вот, где нужно играть на максимальные очки. Ну, на максимальные киллы, скажем так, да? Максимальные киллы противников. Здесь точно надо брать танки, которые умеют стрелять издалека. И которые могут не попадать под вражескую атаку. Потому что бессмертный, ну, по-любому будет попадать. По чуть-чуть. Но все равно по нему наносит урон. На 1-2 выстрела, но попадают. Итак, у меня следующая схватка. Смотрите, как часто здесь попадаются боссы. Действительно, раньше такого у нас не наблюдалось. Если честно, такой штуки раньше реально не было. Это действительно что-то новое. Так, блин, босс еще в меня попал. Вот я вам про это и говорю. Что здесь на бессмертном, походу, надо играть только одним вот этим метеоритным дождем. Чтобы хоть как-то, хоть как-то атаковать именно издалека. Здесь это реально сложно. И они, блин, смотрите, все равно стреляют, стреляют своими гранатами. Все равно хоть чуть-чуть. Но попадают, это, конечно, для меня большая проблема. Так, как бы мне их издалека атаковать? Блин, ребят, ну они реально становятся сложнее. Смотрите-ка, и маленькие тарантулы идут здесь. Короче, здесь реально все мобы. Все, кто вот просто есть в игре, они, походу, все дублируются. Но пока я вертолетов, правда, не видел вертолетов, которые в джунглях обитают. Но пока что их тут конкретно не было. Но остальные все мобы здесь уже появились. В общем и целом, да, так, аккуратно. Да, все, отлично, уничтожено это. Так, здесь снова сейчас будет, наверное, бой с боссом. Не-не-не-не-не-не. О! Вот про этого я вам и говорил. Блин, этот пулеметный танк маленький, зеленый. Вообще, опостайтесь его. Вы смотрите, как быстро пару выстрелов делает. Ты просто чуть-чуть к нему подошел. И все, он тебя просто снимает. Там почти все хп может снять. Реально. 360 очков я заработал. Это, конечно же, ребята, не рекорд. Но, тем не менее, я, получается, в таблице лидеров на 246 месте. Вот прикиньте, ребята, я на 246 месте, на бессмертном. Здесь, ребята, ставят челы рекорды. Вот 633 очка. Это, конечно, мега жестко, ребята. Это очень жестко и очень сложно. И для этого режима надо брать именно такие танки, которые... Вот для сложного режима надо брать такие танки, которые умеют стрелять издалека, ребятки, чтобы ставить рекорды. Но идея мне очень нравится, ребята. Это каждый день, получается, каждый день во вкладке турнир какой-то новый турнир. Это же очень интересно. Это вообще круто. Итак, ребятушки, я предлагаю взять один из самых лучших танчиков для длительной игры. Для, скажем так, постановки рекордов на подобных картах. Это танчик. Чонг, ребята, да. Я возьму этот мощный танк и попробую на нем, ребята, сделать мощный рекорд. Сейчас прямо, прямо сейчас в режиме турнир. Посмотрим, побью ли я, ребятушки, рекорд в 360 очков. Рекорд, собственно, танчика бессмертного. Но этот танк гораздо, ребята, мощнее. И он должен. Я надеюсь, что он справится. И у меня просто есть такие надежды. Я не уверен, конечно же. Он все-таки у нас, блин, ну блин, ребята, все-таки меня начинают потихоньку уже атаковать. Да, и мобы с каждым разом здесь все сложнее и сложнее. Так, ну я не знаю, я не знаю, на каких танках они делают такие большие рекорды. Но пока что у меня, у меня, ребята, максимальный рекорд был 360 очков. Больше пока что просто не получалось физически. Я надеюсь, что на Чонге я смогу сделать хоть чуточку, но лучше. Так, ну нужно держаться от танчиков на расстоянии. Вот про это надо не забывать, ребята. Здесь реально нужно держаться на расстоянии. Иначе они по тебе будут атаковать. И для этого очень хорошо подходит танчик Чонг. Вот надеюсь, что он действительно мне поможет со всеми этими сейчас противниками справиться. Ну, конечно, ребята, здесь, да, чтобы побить рекорд, надо прям вот усиленно, очень аккуратно, ребята, очень аккуратно, не подставляясь под вражеские выстрелы, вот так вот играть на каждом танчике, на котором ты хочешь поставить рекорд. Конечно, это еще все зависит от твоей прокачки, от того, какие танки у тебя в ангаре. И поэтому, да, это, естественно, стимул прокачиваться и делать свой танк, свой ангар гораздо круче. Так, ну пока что я на Чонке двигаюсь отлично, у меня неплохо получается, ребята. Так, я, конечно, на самом начале этого турнирного боя. Так, стопы, стопы, нет, 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 это очень опасный противник. Все, фу. Так, ребята, я дошел до первого босса. Первый босс у меня, получается, здесь армада. Первая схватка с боссом сейчас прямо идет. Так, ну что, давайте с ней сразимся. Подходи сюда, армада. Опа, так, давайте издалека, конечно, издалека стреляем пулеметом. Все, супер, босс. Босс, ребятушки, побежден. Но мне интересно, если здесь будут выпадать разные способности. Сейчас ведь выпали вот эти способности, да? А могут выпасть другие, например, двойной выстрел. Кстати, разработчики показывали это в уведомлении об обновлении, что там может попасться бустер двойной выстрел. Ну, походу, все там могут попасться, если честно. А это же будет очень круто, прикиньте, с двойным выстрелом, как далеко будут ставить рекорды и как сложно будет их побить, если честно. Поэтому, да, здесь каждый день будут новые способности, новый режим, новый счет, где нужно побивать рекорды. И это очень весело. Итак, ребятушки, я уже побил свой рекорд. Я уже набрал 483 очка. Я очень-очень аккуратно играю сейчас ночонки. Просто стараюсь по максимуму прям мега аккуратно играть. Прямо вот как только появляются враги, отхожу от них и стреляю издалека. Вот все, как я вам и говорил. Конечно же, все равно, смотрите, уже половину хпшек я потерял при неаккуратном, все равно немножко неаккуратной игре и неаккуратном отхождении от противников. Здесь нужно быть реально очень сильно аккуратным. Вот как сейчас, например, они нападают толпой, и это уже очень большая проблема. О, что? Они меня ваншотнули просто с одного выстрела. Вы видели? Лазерная пасть 1. Один разочек попала в меня, и сразу, ребятушки, снесла мне половину хпшек. Ребята, 483 очка. Я прямо сейчас набрал, играя за четко. Это просто капец, ребята. Это реально очень сложно. Я не думал, что это будет настолько сложно, ребята. Но это реально капец, как сложно. Я играл ночонки, играл максимально аккуратно, просто, чтобы не подставляться, не под один выстрел. Но все равно, вот прямо сейчас в конце я случайно подставился, и получается, мне снесли прямо все хпшки. Это просто капец. Ребята, у меня было 400 с чем-то там очков. А, 483 очка. И прямо сейчас я нахожусь на 400... Ой, подождите. На 50-м месте. Да. Уже появился чел, который набил 675 очков. Он на первом месте. И, собственно, я, который набил 483 очка. Да, ребята, играть, конечно, сложно. Но очень интересно, конечно же, оказаться на вершине топа и занять первое место. Это реально очень интересно. Здесь будет это делать очень весело. И прикол в том, что каждый день здесь будут обновляться способности, и каждый день будет обновляться режим игры, и нужно будет делать разные результаты. Поэтому, если честно, в общем и целом, мне действительно понравилось, какую обнову сделали разработчики. Мне очень понравилось, и каждый из вас теперь может поиграть, посоражаться за топ и получить бесплатные гемасики, я так понял, каждый день, играя в турнирах. Это, мне кажется, очень круто разработчикам. Огромный респект. Аж самому захотелось занять первое место и победить здесь всех. Короче, побить максимальный мировой рекорд, так скажем. Вот такая вот интересная обнова нас ожидала в этот раз от разработчиков. И, если честно, я в ней не разочаровался. Ну, а понравилась ли она вам? Напишите в комментариях. И посмотрите обязательно мой предыдущий ролик, ребятушки, как я играл на всех 22 танчиках в режиме Командир. С вами был Артемен. Всем до новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok